баста паста баста давайте зафритюрим бутерброд как это делается покажу сейчас скоро вообще дамы газа мы сегодня с вами будем делать величайшее блюдо которое называется моцарелла моцарелла на карете моцарелла вы все знаете а карета сейчас покажу из чего состоится сэндвич мы должны зафритюрить наш сэндвич надо подготовить фритюрницу мощнейшее количество масла важнейший момент нужно нам готовить кляр как готовить очень вкусный кляр ну конечно можно использовать обычную мука вода и так далее но у вас получится не очень вкусно не очень хрустящую не величайшую короче а здесь все должно быть величайшим поэтому мы используем муку и самое главное это мощнейший пивандрис пивандрис который должен быть вкусненький смешивать 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 до такого состояния посолить величайший кляр готов сейчас приготовим наш сэндвич возьмем панкаре потому что он квадратный по-французски квадратный это каре если вам прямо не нравится ненавидите эти борты вот можете удалить их вот так эти потом можно превратить на сухариках у нас здесь есть моцарелла поскольку это моцарелла на карете как вы понимаете моцарелла это важный ингредиент поэтому моцарелла должна быть вкусненькая порежать тонко надо взять наши бутерброд и добавлять мощнее чем моцареллизация надо подумать что не слишком близко к краешкам иначе потом она выползет к сожалению то традиционно кладут в моцарелла либо вареный окорох либо филе анчоуз мы сегодня для вашей радости будем класть вареный окорох вот так вот так и закрывать скажу честно оптимальная температура масла для величайший моцарелла коротца это 200-205 градусов надо ловить это момент иначе пропустишь и все поэтому можно использовать вот эти чтобы проверяете иногда о ваших леб должен оказаться после того что вы окунули не переполненное масло а хрустящее и абсолютно без масла видите здесь еще чуть-чуть масла поэтому надо еще ждать еще чуть-чуть дамы и господа температура идеальная для ванночка для нашего моцарелла коротца теперь окунаем в наши готовым добавлять жарить наши бутербродик во фритюре готов а давайте теперь посмотрим что внутри а моцарелла ингароса готова самый большой секрет для моцарелла ингароса это не обсуждать его а его немедленно съесть потому что она очень вкусно когда горячий так что приятного аппетита и не забудьте после моцарелла ингароса записываться на величайший мой канал